Всем привет! Сегодня я пригласила редкого гостя, это эксперт макияжа, визажист с мировым именем Никита. Он также по совместительству является моим мужем. Он очень редко делает мастер-классы, я его еле уговорила сделать мастер-класс для вас. И сегодня мы будем делать вот такой вот high fashion look. Если вам интересно посмотреть, как его сделать, он его недавно, кстати, делал на неделе моды на моделях тоже. И вот решился повторить на мне. Не знаю, в общем-то, это великая просто радость, что великая возможность для вас научиться чему-то новому. Поэтому берите тетрадки, записывайте каждое просто его слово, потому что сегодня будет очень много советов. Смотрите дальше и вы узнаете все секреты того, как сделать этот замечательный макияж. Элементарно, стильно, молодежно. Погнали! Итак, какой макияж сегодня вы мне делаете? Я хотел бы сделать классический макияж со стрелками. Ну, мне кажется, это достаточно такой должен быть. Ну, просто, наверное, не то слово. Ну, в общем. Ну, давай, с чего начнем? Первое, надо нанести какую-то штуковину, чтобы уже потом пылир можно было зарисовать. Ну, розовое, нет. Эта, краска, нет. Так, вообще. Штуковину, чтобы можно было нарисовать. Вы, кстати, записываете? Тут много полезных советов будет звучать в этом видео. Да, мужчины, они вообще во всем лучше. Ну, да, сто процентов. Мне кажется, вот это только... Ну, потому что я вообще не знаю, как его наносить. Ну, пробуй здесь. Как он наносит? Нет, ну, ряд другой. Давай. Чем будешь наносить? Я тебе приготовила здесь кисточки, которые, мне кажется, тебе понадобятся. Но ты, в принципе, можешь пользоваться всем набором. Выбирай, то есть, что ты хочешь. Надо что-то такое большое, размашистое, чтобы вот лицо намазать. Ну, выбирай все, что тебе хочется, все выбирай. Наверное, на кисточку надо. Я уже индусская девушка на выданье, да? Наверное, много, нет? Лучше до волосы лучше устроить. Черт, оно что-то не то получается. Давай. Все то. Все то. Ты мне как забор красишь. Словно, я садов закрываю, да. Черт, блин, оно что-то некрасиво получается. Знаешь, как я всегда, когда записываю уроки, я всегда говорю, вы знаете, оно плохо выглядит все до последнего момента. Потом в самом конце оно, знаешь, как-то все одно к одному сходится. Брови тоже надо снимать? Не знаю. Ну, видимо, уже да. Уже, да. В смысле я еще не забыл. А, ну тогда не знаю, как хочешь. Не знаю, какие сочинения, чтобы они все-таки надо, чтобы брови было видно. Два ножа это явно было мало, да, на две улицы. Что-то, видимо, я не так делаю, да? Не знаю, все вроде хорошо. Я пока не вижу. Я в конце делаю свою экспертную оценку. Нормально? Вроде сносно. К чему дальше? Приступаем. Сейчас замазываем каких-то всяких попрыщиков, что-то. Давай. О, может, надо было этим мазать? Подожди. Дальше возьмем какую-то штуковину, наверное, более светлую, даже чем наша основа, фаундэкшн, да, чтобы замазать всякие, типа, ну, какие-то прыщики там. О, нет, под глазами-то, где более темные области. Так, можно сейчас прыщик. Сделай мне макияж, как у Ким Кардаши. Я хочу так. Мы говорили вроде про это, я просто не помню. А, помню. Я не помню. А, это вот эти такие, типа, у нее, как-то, контурируемые, там, что-то. Я экономно, я даже просто, просто с другой стороны. Что делать? Открывать, закрывать? Ну, пока я прыщик просто. Я просто вытер. Вытер прыщик. Может, другим надо теперь как-то смазать? Закрывай глаза. У меня никаких теперь синяков под глазами. Как будто спала 12 часов сегодня. Спочный пахнет? Да, что-то поедет. Кальяна. Да, кстати, прям запах кальяна. Хорошо. Пахнет, когда я запомню. Ну, маскара, это вроде тушь у нас в переводе. Только что, она не черная. Ты нашел, чем делать стрелки? Не похоже. Айлайнер. Вот, айлайнер. Так, я его нам отрежу, чтобы не потерять. Чтобы не потерять вот в этой косметичке. Давай начнем с того, что я точно знаю. То есть, уже губы, да? Наверное. Потому что я, по крайней мере, понимаю, что это мой заказ. Как мне сделать? Тучки. Или просто открыть? Нет, тогда мне повезло бы накрыть. Просто вот так, просто вот так. Угу. Ты как, шпаклевку выравниваешь, значит, шпателем. Ну, как, цвет идет мне? Ну, пока да. Пока да. А дальше с ней что случится? Ну, не знаю, что теперь. Чем-то она замажет. Вот она. Это какой-то блеск. О, лора. Господи. Вот она. А ты тени искал все это время? А слона-то ты в комнате и не заметил, да? Вот она. Так. Ну, понятно. Ладно, возьмем чуть-чуть. Сейчас нужно будет брон. Закрыть, открыть? Да, лучше закрыть. Слушай, мне нравится. Даже так, прикольно. Еще пока не открывай. Хорошо. А как бы, если вот испачкалась, то надо другую брать или... Или брать просто... Ты можешь делать все, что тебе хочется. А вообще еще такая есть? Да. Давайте еще одну. Ну, то пускай у нас будет бронза, а потом будет... Красиво? Только... Только... Правильно или нет? В макияже нет правильно и неправильно. Главное, чтобы красиво было и шло в итоге. Ты тут отложил, помнишь? Чтобы не потерять. Стрелки? Не шевелись. Ой, блин. Ты портишь. Не шевелись. Сейчас еще глаз затечет. Насмеешься. Визажист, кстати, на вооружение хорошая фраза. Сейчас вообще глаз затечет, не ржит он. Просто я сейчас зарисую это оранжевое, что я тут нанес. Клеопат. Ну, попробуем что-то новенькое. О, да, вот так вообще, да? Вот так, да, мне надо ходить? Да, вот так. А вот так вот. С этим макияжем только вот так надо ходить. Так, как я не шевелись. А, подожди, его надо будет. Наверное, внизу тоже надо. Ну, давай. Ну, кстати, из-за того, что я вижу там, мне это даже нравится. Кто заканчивается там? Ничего удивительного. Я вон, наверное, тушь. Чего подлодки на подсоску. Весь тут килограммовый слой, не подсох еще. Много, да? Это уменьшительно. Я еще посмотрю. Ну, да, он так выглядит, нагладкий. Как бы. Больше, да, чем я обычно крашу. Мне кажется, этот макияж отлично к моему наряду подходит. Такому красно-черному. Так, ну, вот возьмем Милане Байк-Клаш. Мне нравится, как ты эту щеку красишь и смотришь на ту, чтобы симметрично было. О, кстати, вот так улыбайся. Так у тебя набитно, куда надо мазать просто. Экспертная оценка? Ну, давай, конечно. Ну, тональная основа, в принципе, я бы сказала, даже неплохо. На носу так чуть-чуть. Можно было бы получше растушевать. Ну, вообще неплохо. Не, ну, подводка, это, конечно, звезда шоу сегодняшнего. Если бы без него, может быть, даже было бы и лучше. Надо было оскорить. Да, и ресницы тоже, думаю, кончики накрашены. Кончики? Да, только самые-самые кончики там чук-чук. Ну, а то все. На этом наш сегодняшний урок по макияжу окончен. Надеюсь, он вам понравился. Если так и было, не забудьте поставить палец вверх. Возвращаясь, Никита, ваших услуг. Да, для ваших услуг, в общем-то, если нужны будут контакты, я оставлю, вы сообщите. Кому надо будет, я скину ссылку, где можно записаться на этот макияж. А так, в принципе, мы с вами будем прощаться. Не забудьте подписаться перед уходом. И я вас увижу тогда в следующих видео. Пока. Сегодня будет очень много полезных советов для тех, кто находится в зоне эффекта плато. То есть, вы занимаетесь, вы сидите на диете, но в то же время вес никуда не уходит. А вы это очень хотите. Своих новинков, которые недавно появились у меня в коллекции и которые явно заслуживают вашего внимания. И сегодня я хочу вам рассказать именно об арабской парфюмерии.